Миллиарды долларов может потерять казахстанская экономика из-за введения углеродного налога в Европе. Такие прогнозы дают эксперты. Новый механизм Еврокомиссия намерена вводить уже с начала 2023 года. Импортеров хотят обязать отчитываться о вредных выбросах при производстве ввозимых товаров. За несвоевременно предоставленную информацию им грозят штрафы. Как это может отразиться на промышленности и бюджете нашей страны, выясняла экономический обозреватель Индира Тегжанова. К 2030 году Евросоюз намерен сократить выбросы парниковых газов более чем на 50%, а еще через 20 лет довести их до нулевого уровня. Ожидается, что переходный период новой программы стартует через полтора года. Налогами поэтапно начнут облагать всю ввозимую продукцию с так называемым высоким углеродным следом. Это металлы, цемент, удобрения, нефть и продукты, а также электроэнергия. Казахстан в Европу поставляет в основном сырье, свыше 90% из которого приходится на нефть. По предварительным подсчетам, из-за выплаты углеродного налога и ежегодной потери экономики, страны могут достичь 5 миллиардов долларов и выше. Такие цифры озвучил эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдельдинов. Он считает, что пострадает в первую очередь нефтяная промышленность, а после по цепочке и другие отрасли. Если смотреть более глобально, то ситуация грозит переделом мирового рынка черного золота. Казахстан, как и ряд других добывающих стран, будет вынужден либо терять львиную долю доходов, либо сокращать импорт в европейские страны. Поиск же альтернативных рынков сбыта тоже не станет выходом. Правила будут распространяться на всех. Чтобы просчитать риски, в правительстве разрабатывают концепцию. Но прогнозы неутешительные. Чтобы полностью исключить выплату углеродного налога, нужны огромные инвестиции. Добавлю, в соседних странах тоже подсчитывают предварительные убытки. Как сообщает Forbes, углеродный налог обойдется российским производителям металлов и удобрений в сумму, превышающую миллиард евро ежегодно. Чуть позже это будет экстраполировано для всех остальных отраслей, для всех отраслей, которые что-то поставляют в Европейский союз, в другие страны. Здесь уже даже не выход экспортировать что-то в Китай или Индию или в другие страны, так как это будет распространяться и на них. Объем инвестиций, которые требуются для достижения углеродной нейтральности, он был озвучен, это более 500 миллиардов долларов, там почти 600 миллиардов долларов. Сумма колоссальная для Казахстана. Нужно быть готовым к тому, что это приведет к выпадению некоторой части экспортных доходов в Казахстан, ну и, соответственно, негативно повлияет на экономику предприятий, которые добывают, поставляют ресурсы. Национальный банк Казахстана сегодня примет очередное решение по базовой ставке. Накануне многие эксперты и аналитики финансового рынка прогнозировали ее повышение от 0,25 до 0,5% пункта. Напомню, текущая ставка составляет 9%. Ранее в Нацбанке сообщали, что с увеличением проинфляционных рисков денежно-кредитная политика может быть ужесточена. По итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась выше ожидаемых прогнозов до 7,9%. Эксперты отмечают, что возможное повышение приведет к росту ставок и по депозитам, а также кредитам банка второго уровня. Потребительские займы для казахстанцев могут стать дороже как минимум на 1,5-2%. Однако такие меры, скорее всего, неизбежны, считают экономисты. Отмечу, по той же причине ускорение инфляции сразу на 1% пункт поднял ключевую ставку Центробанк России. Свыше 22 миллиардов тенге из своих пенсионных сбережений казахстанцы потратили на медицинские услуги. Как сообщили в ЕНПФ, средняя сумма изъятия составляет порядка миллиона, при этом свыше 80% заявлений были на оплату стоматологических услуг. Также сообщается, что пенсионный фонд заключил договоры с четырьмя компаниями, имеющими лицензии на управление инвестиционным портфелем. Туда казахстанцы в доверительное управление перевели свыше 4,5 миллиардов тенге из так называемых излишков пенсионных накоплений. Средняя сумма перевода составляет примерно 2 миллиона. В ЕНПФ отмечает, что всего от жителей страны поступило около 3000 заявлений, свыше половины из них исполнено. И к международным новостям. Рекордным ростом завершили минувшую неделю основные фондовые индексы Уолл-Стрит. Dow Jones прибавил более процента, S&P 500 вырос на 2%, NASDAQ превысил 2,5. Как сообщают аналитики Freedom Finance, в наиболее выигрышной позиции были акции коммуникационных компаний, сфер здравоохранения и производства товаров широкого потребления. В минусе закрылся лишь энергетический сектор. По мнению аналитиков, на этой неделе влияние на биржевые котировки окажут результаты заседаний Федеральной резервной системы США и отчеты крупнейших технологических компаний. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 424 тенге 68 тенов, евро 499 тенге 76 тенов и российский рубль 5 тенге 77 тенов. Это был обзор деловых новостей к данному часу. На этом у меня все. Продолжение следует...